здравствуйте здесь гадание на вашего короля на картах таро меня зовут лена добро пожаловать на мой канал я буду смотреть для вас вашего короля его намерения хочет ли он все изменить все поменять интересуется ли он еще вами и вашими отношениями это будет актуально для всех кто женат замужем кто в отношениях или даже нет будет даже актуально для тех которые хотели бы для себя найти хорошую качественные отношения потому что каждый услышит свою подсказку карта с каждым работает по-особенному и это как индивидуальная консультация но это общий расклад он будет касаться всех кто посмотрит я буду настраиваться на вселенную и я я делаю это так как будто я вас принимаю у себя дома моей студии так что добро пожаловать расклад будет на картах таро намерение вашего короля ваш король это тот человек о котором вы сейчас думаете или это будущий король каждый все равно что-то услышит для себя что поможет вам добиться личного счастья я буду раскладывать вокзал для двоих это такой расклад все знают его по этому названию но просто на отношения так будет как-то приятнее название расклад на отношения между вами и тем человеком о котором вы мечтаете либо же с которым вы сейчас и вы мечтали бы поправить отношения я буду концентрироваться на раскладе сегодня вот такой у меня сеттинг я надеюсь вам понравится дайте мне знать если вам вот именно этот сеттинг подходит я очень сильно ориентируясь на ваши комментарии и так все карты готовы это карты таро я сегодня буду смотреть прямые и перевернутые значения карт для вас в этих рамках расклад будет актуален в тот момент когда нажали посмотреть и на то время которое вы себя загадаете потому что вы здесь хозяин барин и расклад будет касаться именно тех людей кто хочет для себя просмотреть личное отношение если вы мужчина просто перевернись а на себя чтобы я не говорила все время если вы мужчина потому что это напрягает и мешает а среза сосредоточиться на послании высших сил для вас все мои расклады целебные все они могут спасти отношения если есть что спасать либо же настроить вас на новое отношение ну вот прекрасно карты готовы карта которая представит вашего короля его личность его личность все о нем все о нем будет с левой стороны смотрите карта перевернутая вышла она представляет его личность его секреты секреты вашего короля карта которая представит вас как личность эта карта представляет вас как личность и ваши секреты подсознание подсознательное желание о которых вы даже не догадываетесь следующая очень важная карта это то что сейчас между вами то что будет влиять на ваши отношения на протяжении всей вашей жизни карта хорошая но она перевернутая потом они поговорю еще и так теперь самое главное его состояние все о нем касательно вас его мысли о вас его мысли о вас так понятно но это неплохо потому что иерофант перевернутый говорит что он не хотел бы быть один он хотел бы быть с вами в данном случае в данной позиции его чувства к вам это тоже неплохо потому что перевернутая семерка меча говорит о том что он с вами ругаться вообще не намерен вообще никогда не намерен с вами ругаться он только хотел бы чтобы вы были с ним в мире это очень хорошо что перевернутая как раз семерка меча именно в этом положении его чувства к вам и сейчас будет очень важная карта что он будет делать то есть его намерение к вам то что он будет дорогие делать до его намерения вам и так его намерение к вам это тоже хорошо потому что перевернутая сложная карта десятка меча вы видели я при вас все перемешивала они прямые перевернутая здесь есть она говорит что он вообще не намерен больше ругаться вообще не намерен больше скандалить вообще намерен больше вас обижать это все уходит навсегда итак теперь с вашей стороны я знаю что вы может быть не особенно вам важно что с вашей стороны но это очень важно потому что здесь будет показано то вот мысли которые проходят вам мешают жить но вы их как бы пропускаете расклад покажет что это за мысли перевернутая эта карта звезда мысли что вы не звезда вам мешают жить мысль что вы не такая как нужно эта мысль вообще вообще неправильная она полностью ложная мысль полностью ложная мысль это ваше чувство к нему вы его точно любите в этом вот сомнений нет даже на уровне бессознательного вообще видно любовь к нему у вас беззаветная чистая совершенно чистая и вы конечно хотели бы вот если есть какие-то а шероховатости вы хотели бы все поправить и что вам советуется делать тоже не ругаться вот смотрите я вижу что у вас с ним с этим человеком о котором вы спрашиваете либо же это может быть новый который будет вы как бы повторять историю старого да и карты выровняют это исправит карму потому что мои расклады не все целебные исправит карму выведут вас из из любых сложных ситуаций я здесь вижу такую ситуацию что и вы и он дали себе обещание больше не ссориться не реагировать что такое реагировать это значит сейчас действовать так как вы действовали раньше как бы автоматически например новые новые как какой-то конфликт основанный на том что случилось сейчас но человек вместо того чтобы акт то есть действовать он реакт то есть ри это значит то что раньше было он так себя ведет как будто это вообще старые обстоятельства и он и вы дали себе обещание больше этого не делать почему я это вижу смотрите он сказал все там все кончено я все понял не возвращайся туда не намекай меня тот на ту ссору на тот скандал я больше той дорогой не пойду например он вам изменил например да он себе дал слово больше не изменять дайте ему шанс говорят карты может быть вашем случае если он изменил много раз не делайте этого но послушайте может другие части расклада будет вам на пользу вот я никогда моих раскладах не говорю может быть расклад не для вас я всегда для себя смотрю понимаете карты волшебные они перевариваются вами как еда каждая каждый человек по-своему переваривает поэтому я когда смотрю свои же расклады я для себя беру пользу всегда беру пользу независимо от того какая моя ситуация я тоже вам это советую вы увидите волшебную пользу моих раскладов если будете их так воспринимать он себе дал слово что больше этой дорогой не пойду не намекай меня на это не не возвращай меня туда если вы возвращаете туда намеком или же знаете как-то ир иронии или или даже вот символами мы же люди символами говорим подсознание это только символы поэтому карты работают с подсознанием выправляет вашу ситуацию если бы эта карта была прямая я бы ее так не прочла конечно я бы сказала в знаете скорее всего он будет продолжать потому что 10 это возобновление 1 опять и он исчерпал себя прошлом истощил себя своим поведением и если вы была эта карта прямая это немножко настораживает именно в данном раскладе ведь в каждом раскладе в каждая карта на по-другому прочитывается и вообще прав тут ту карту взял несмотря ни на что так что я вам могу сказать потому что она перевернутая здесь вот стопроцентно он той дорогой больше не пойдет если он растратил деньги какие-то семейные он себе дал зарок он себе как бы зарубил на на лбу что ли да или на носу на носу или на заруби себе на носу по моему я не помню как напишите если вы помните такие все на детские наши выражения они у меня всплывают так знаете в памяти когда я пытаюсь донести до вас вот именно тонкую правду карты и и четкую вибрацию он сказал себе больше не будет этого я больше не буду тратить деньги на глупости или я больше не буду делать то что раздражает мою семью или мою любимую или или и так далее вот но опять же повторяюсь если вы знаете что это уже было много-много раз я бы все равно один шанс но в этом случае вам нужно дать ему шанс холодным сердцем вот до сих пор вы каждый раз давали ему шанс со страстью до или пример он пьет у вас да но я бы все равно дала один шанс потому что он видимо пить больше не хочет он устал он страдает очень физически люди которые пьют они очень страдают физически они этим самым пытаются вылечить свою душу но этим не вылечит не вылечишь душу никак и они очень страдают физически очень сильно и он знает это что им он будет все равно мучиться поэтому он сказал себе больше не буду то есть эмоциональный такой заряд с вашей стороны касательно вот того что ну да да не будешь я знаю что будешь вот это вот сюда он только мешает вам и ему но то что он ему мешает это десятое дело даже если вы его обожаете это в любом в любом случае с точки зрения эзотерики десятое дело а потому что главное чтобы вы себе сами не мешали понимаете поэтому я вам советую по этой карте как маг предсказатель эзотерик с холодным сердцем такой пофигизма но он сказал больше не буду там больше не буду поздно возвращаться больше не буду пить а вы так вместо того чтобы ну да я знаю ты будешь ли так такой надрыв а даже тот надрыв может проявляться но чисто body language чисто как ваше тело себя вот доведет вот так себе ла 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 и в своем мире до своими делами занимаетесь и даже не улыбайтесь даже может в этот момент не смотрите ему глаза потому что он глазах прочтет ваши сомнения вот потому что он себе дал слово что он той дорогой больше не пойдет той дорогой о которой вы сейчас думаете потому что вы у себя сейчас дома а а вообще youtube это эзотерика чистая я к вам пришла я к вам прилетела на крыльях ветра на крыльях эзотерического ветра вы открыли окно или дверь ну такое окно эзотерическая да и сказали окей лена заходи давай побеседуем немножко это мне не повредит это тайная беседа наша я же не собрала аудиторию смотрите здесь никого нет и вы зная свою историю знаю свое имя это вообще чудо вы впустили меня для того чтобы со мной побеседовать эзотерический психолог что может быть этого лучше и совершенно бесплатно тоже вот это google делает а вот поэтому вот каждое мое предсказание она имеет вот эту благодарность вселенной за нашу с вами беседу вы поняли да теперь ваше действие смотрите у вас тоже перевернуты хорошо когда карты очень негативные перевернутые в данном в данных позициях в данном раскладе а те кто меня копирует сейчас начнут копировать это срочно но это невозможно скопировать что каждый расклад он по-своему читается да смотрите это вам совет не рвите сердце знаете из такой выражение вот опять вспомнила я его и вообще уже наверное лет тридцать не слышала и его даже вы посмотрите мои другие видео я нигде не говорю такие слова ну вот вспомнила да интересно как как память работает не рвите сердце дорогие не рвите свое сердце не нужно надрывать свое сердце свое дороже понимаете свое тело свое сердце когда вы не будете рвать себе сердце он не будет его рвать вам вот это такой самый такой яркий эзотерический принцип когда вы перестанете рвать сама себе сердца он перестанет рвать ваше сердце попробуйте чего вам стоит это жену как безвредное лекарство до ничего не с ними не будет хуже но лучше запросто может вот теперь дальше смотрите но это тайные карты мы их потом посмотрим как он себя сейчас чувствует я буду вам раздельно читать но это все и все на 3 все равно читаю всех карты потом сравниваю он себя сейчас чувствует вот вначале он себя чувствовал так как будто он выиграл в эту лотерею когда с вами начинал отношения но со временем вот что получилось со временем вышло так что вроде бы есть ласка ваших отношениях правая рука так подымает вот как знаете энергетически все эти пентакли пентакли это ценные минуты ценные дни ценные года вашей жизни зависимости от вас да он подымает эти пентакли все больше становится а с другой стороны он от вас защищается потому что сокол это символ защиты до сокол а он вольная птица и вы ее вы ее держите вы его держите на очевидно по незнанию какой-то значит build trip build это вина он чувствует что где-то жертвенность кота как это есть у вас вы ему говорите что я я тебя инвестировать я вложилась смотри как я для тебя что я делаю и он чувствует свою вину не делать этого больше а потому что вот это чувство вины до которая в принципе ну интуитивно вы совсем не хотите это ему сказать но ваша тоже как ее любого из нас детская травма да и мы здесь их лечим это детская травма не помогает ваших отношений потому что он защищается от вас он как этот сокол понимаете защищается от вас и вы защищаетесь от сокола потому что перчатка на его руке такая кожаная перчатка как одевают люди которые управляют соколом да потому что сокол может ранить он он хочет свободы он хочет свободы карта вышла перевернутая он хочет свободы и если он вот изменил или там пьет ли еще что-то это не то потому что он кого-то полюбил а это его rebel rebel это его восстание против несвободы мы все чувствуем иногда несвободу в отношениях если мы боимся потерять отношения до с тех пор как я поняла что мне нечего терять вот нечего терять свою свободу надо только защищать да все стало по-другому все стало лучше все стало как-то более естественно молодые люди обычно самые молодые которые только вот или встречается или поженились сейчас поженились вообще во многих странах мне не совсем модно хотя то возвращается это сказала вот а традиция такая возвращается но для красоты разве что потому что отношения они делаются на небесах они на бумаге на самом деле молодые люди не доверяют друг другу но под той причине что их про и же их же предавали много раз начиная с детства до начиная с детства в школе в детстве везде а уже взрослые люди начинают понимать что нужна свобода и он хотел бы свободы вместе сел хотел бы быть с вами потому что карта вообще девятка же пентакли очень хорошая карта она говорит что он он рад он счастлив здесь ведь все золотое он золотом наряде золотое все вокруг а золото второе это признак радости он всем доволен но хотел бы какие-то небольшие ограничения чтобы ушли эти ограничения он видит супер трафированными хотя они вот маленькие но он их так видит то что у него в голове вышел иерафант если бы вы вышел иерафант прямой его мысли о вас я выскал мысли о вас одиночество до духовный путь вообще духовный путь это не а сексе и не а не а жизни вместе вообще ним не бывает вообще семьи где они там типа духовный путь проходим это не та земная земной путь это совсем совсем другое и если бы она вышла прямая я бы сказал но на духовном пути это опасно потому что мужчина на духовном пути мужчина с мухами но карта перевернутая она говорит что он не хочет этого духовного пути он хочет земного пути он хочет найти ту дорогу ту дорогу у него сириус самая большая звезда показывает ему путь он просит высшие силы в образе сириуса показать ему дорогу к вам вот это хороший очень мы слышите это дождь очень сильно идет я надеюсь вам слышно то очень красивый аккомпанемент для моего предсказания замечательный просто стеной дождь идет какой момент откровения до его чувства к вам сейчас чувство самое главное к нему у него к вам не воевать с вами избегать острых углов я считаю что это очень хорошая карта а у вас чувство тоже прекрасное к нему ну счастье конечно вы его обожаете это здесь слов нет 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 нечем больше сказать вы хотели бы возобновление жезла обновление энергии вы хотели бы она прямая была возобновление мысли же мне не нравится что звезда перевернутая у вас да потому что либо вы решили что он не звезда не герой вашего романа не орел да как вот в этом фильме не орел хороший мужчина но не орел то вот он да либо же по карте звезда вы почему-то не верите в ваше будущее ваших отношений карта звезда она прежде всего гарантируют вам обновление отношений бесконечное обновление вообще на самом деле если оба решили продолжать все возможно возможно счастье потому что человек любой человек он становится лучше с годами если он этого хочет если он как бы пробужденный человек да и звезда это восьмиконечная звезда то есть два четырехугольника восьмиконечная звезда это бесконечное движение это принцип бесконечного движения вы не видите движение вы как бы немножко застыли ступор такой да в голове тупик это то что у вас в голове но в сердце у вас вот что то что в голове это просто мысли дать ей идти прийти идти прийти потому что в сердце самое главное а в сердце еще есть любовь у вас к нему я уже все это описала теперь я вам опишу эту главную карту она говорит то что между вами сейчас и останется если бы солнце было прямое я бы очень радовалась я бы сказал ну все между вами такая радость ничего не омрачит солнце перемернут перевернутая его или ваш какой-то эгоизм вообще понимаете нет понятия что кто-то эгоист если человек эгоист он не виноват его таким сделала жизнь его сделали сделала эгоистом история предков либо же детства поэтому вообще эгоиста так исправить на исправление себя понимаете вот так вот нельзя сломать до эгоиста если вы им вам нравится его эгоизм есть продолжение если эгоизм сильно раздражает это не говорит о том что вы совсем не эгоист и вас бесит чей-то другой эгоизм потому что у вас собственный эгоизм недоразвит и здесь я даю совет вам такой эзотерик дает дает совет на основании карт исправляйте свой эгоизм добивайтесь своего эгоизма повышайте отношения любви к себе что такое любовь к себе я никогда не люблю просто пустые слова я всегда объясняю так вот любовь к себе это позаботиться о себе это любовь к себе не есть лишний пончик не лежать на диване не плакать потому что когда мы плачем мы не бездействуем а начинать действовать позаботиться о себе что такое забота это действие до сделать какое-то маленькое маленькое действие каждый день по чуть-чуть позаботиться о себе и тогда вот увидите как он будет о вас тоже заботиться так что совет вот такой посередине что можно сделать это вам начинать заботиться о себе теперь я посмотрю две тайные карты и не могу дождаться их посмотреть что скрывает он и чего вы не знаете вот смотрите что скрывает он карта перевернутая 5 и это у нас тоже хорошо в данном раскладе что перевернутая если бы была прямая а двойка меча что он скрывает что еще кто-то есть понимаете а здесь перевернутая карта у него никого нет если вы подозреваете у вас ревность или же он деньги тратит да и так далее или же он не обещает ничего не выполняет обещание эта карта говорит что он уже перестал сомневаться она очень хорошая в данном случае перевернутом виде она очень хорошая теперь мне нужно необходимо посмотреть вам совет вам предупреждение то то что карты вам откроют и то что вас мучает давно мучает этот вопрос как быть как быть как быть здесь эта карта откроет вам я конечно и беру вот как и вот как и она опять перевернутая посмотрите вы видели как я перемешивала карты то есть в данном случае вот так и империатрица смотрите что вас мучает что не дает покоя что можно сделать какой совет от таро потому что это секреты таро которые могут вас спасти не будьте перевернутой империатрица вы до сих пор ею были вот этой перевернутой империатрицей женщина которая не верит в свою судьбу не верит свою мечту нам сейчас с вами нужно сделать просто оберег нам нужно взять эти две карты и сделать из них прямые карты до сделать из них помощников сказать я на самом деле сюда в эту карту вкладываю своего двойника это бумаги еще с вами сделаю ну что я люблю людей людям помочь они просто вот гудбай да так вот здесь такая ситуация мы хотим стать империатрица но верю не являемся потому что реагируем и так далее если вы смотрели расклад сначала либо посмотрите сначала чтобы понять о чем будет речь что нужно сделать нужно сказать окей на я сейчас отделяю своего двойника это не страшно потому что двойники постоянно от нас отделяются это просто наша копия она безвредная и в эту копию безвредную я вкладываю все свои сомнения о том что я не империатрица что я лузер что у меня ничего не выходит но я говорю про себя а на самом деле если хотите возьмите это чтобы себе помочь да а что вот я такая беспомощная что у меня некрасивое лицо что у меня там фигура не такая мужчина не такой как нужно мне попадается постоянно какой-то венец безбрачия может у кого-то вот все вот это негативное что вы себе вот этот разговор негативность собой каждый день с утра у вас есть вы сюда вкладываете следующее вы говорите этому двойнику что теперь здесь вот в этом двойнике есть все негативное что я не хочу иметь в космосе потом но мы с вами уже летали на вашу галактику на вашу звезду не раз и нужно потом лететь на вашу звезду если вы не знаете как это сделать нужны мои эксклюзивные чистки они умеют бесплатном доступе на канале чистки или можно заказать конечно тоже но в бесплатном все есть почти все вы летите на свою звезду с этим двойником вместе до летите туда у себя на звезде вы с ним вместе вы смотрите вокруг у себя на звезде будут предки которые на вас влияют вы их всех собираете тоже в этого двойника буду будут какие-то детские травмы тоже в этого двойника травмы с матерью с отцом с какими-то друзьями с бывшими все туда в этого двойника потом вы говорите двойнику что нужно выйти из моей галактики себе открываете ему там мы говорили у нас есть изгорода и такая дверь в изгородь калитка наверное такое такое романтическое слово калитка я не знаю как по-другому сказать сейчас не знаю может потом слово придет открываете эту калитку и говорите ему выходи выходи мой двойник мне нужно чтобы ты вот это все что я в тебя вложил от отвез от от отдал космосу для переработки космос это черная такая масса да такая серая черная масса космос где все перерабатывается все возможно там творец там только творец космосе и вот двойник выходит в черный космос он выходит он это все отдает космосу и он растворяется там в космосе он раз он назад не приходит и программы все негативные сжигаются вот и я сейчас поблагодарю высшие силы да будет так во веки вечные во все времена аминь для тех кто хочет меня услышать а теперь а если вы кстати хотите чтобы этот ритуал сработал который только что сделала вам нельзя пропускать рекламу в этом видео потому что бесплатно не сработает нужно чтобы кто-то какой-то спонсор оплатил этот ритуал только если вы хотите но вообще-то дело ваше конечно если предсказатель целитель не получил абсолютно ничего за свою авторскую работу хозяин барин но в этом случае просто не сработает я потом не обвиняете что не сработало меня вот так прорабатывается здесь карта империатрица чтобы она стала прямая конечно же вы еще сражаетесь потому что обратите внимание сколько негативных кстати негативная карты в моих руках это лучше лекарства если вы еще не знаете но в данном случае все перевернуты он он не хочет больше ругаться он не хочет больше конфликтовать но ваша карта вышла прямая page поэтому я и сделал для вас этот ритуал в это в любом случае имеете в себе и не от вас зависящие а зависящие от того что мы все унаследовали от рода да вы имеете в себе еще этот дух борьбы с ним и вы все равно надеетесь что борьба поможет карты говорят нет борьба не поможет вообще оставьте эту даже идею что борьба с ним спасет отношения что если вы в сто первый раз ему скажете ты подлец он подлецом не станет так и бывает дорогие мои то что вы слышите морали где-то мораль не работает не работает мораль понимаете нам всем внушили что работает и мы думаем если мы в очередной раз ему скажем ты подлец он наконец услышит наоборот наоборот он вообще тогда не услышит поэтому вот это немножко незрелое ваше отношение к тому что вот не работает это да здесь нужно себе сказать я большим а то говорить не буду я буду думать теперь только себе я у себя родная любимая мир империатрица звезда я у себя самое самое я буду заботиться о себе и он тогда по стопам вашим пойдет как собачка не отстанет от вас будет обожать вас и кстати свои проблемы тоже выправит вот такой расклад я надеюсь вам подошел мне мне он очень нравится потому что здесь очень много реальной помощи вот реальной помощи такой знаете как это сказать правильно hands-on английский приходит иногда да какие хочешь приходят hands-on это помощь она знаете такая чисто простая да что можно взять руками все исправить потому что хенд это рука а хенд он то есть мои руки могут все поправить то есть я всегда опробую изо всех сил вам донести то что в карте есть но каждую карту я могу вообще целый день читать эту этот расклад можно до завтрашнего до завтрашнего дня вам интерпретировать наверное вам не захочется так долго смотреть я собираю друзья дорогие мои и хочу сказать что я преподаю тару если вы не знаете если первый раз эзотерическое прочтение карт обращайтесь за уроками потому что работа сторон расширяет сознание и дает профессию если вам деньги нужны еще конечно же если я вам очень помогаю иногда можно мне послать донат в благодарность но это не обязательно делать не чувствуйте себя обязанными пожалуйста просто некоторые люди хотят и не знают как поэтому я это говорю иногда заметьте слова иногда здесь ключевое можно мне послать донат у меня на сайте там есть все проверенные у меня сайт сайт очень надежный послать мне доллар или два если хотите меня раз в месяц взять на чашечку чая я буду очень счастлива и там же я для вас даю благодарность эксклюзивный просмотр одного из моих видео которые никогда не выходят в общем просмотре кстати я их меняю примерно не знаю раз в две недели примерно меня вот теперь я еще раз перемешиваю все карты эта колода у меня она прямые и перевернутые до чтобы она была готова я хочу чтобы тоже были задействованы в этом процессе почему я при вас примешиваю карты и не потому что я хочу сделать видео длиннее совсем не поэтому а потому что этим мы говорим картам мы все поняли теперь уже закончили закрыли предсказания предсказания мои работают нежно джентли мягко с вами да какой-то сон приснится что-то начнет меняться в жизни так натурально что вы даже не поймете что расклад сыграл огромную роль в этом вы даже не поймете вот так работают мягко вообще все натуральное а предсказание это самая натуральная безвредная помощь общее предсказание особенно потому что в общих предсказаниях когда вы не переживаете что-то все о вас мы заплатили большую сумму вы переживаете если индивидуально имею ввиду вы заплатили большую сумму вы переживаете очень сильно это обычно наоборот это это очень вредно а поэтому я верю только в общее только общее делаю последнее время я четко Я верю только в общее. Ненавязчиво, как бы со стороны. И когда вы расслабляетесь, думаете, это, наверное, даже не обо мне. Ваша жизнь начинает выправляться. Всех вас очень люблю. Мне очень приятно, что вы пришли ко мне. Если вы не подписаны, как дружить со мной. Если у вас есть желание приходить ко мне сюда, в Ванкувер, в Канаду. Это, кстати, не Атлантический, а Тихоокеанский берег. Можно подписаться на канал. Потому что подписка на канал – это дружба с ютюбером. Вот так работает эзотерическая дружба. Кстати, самое лучшее. Особенно, если вам уже не 16 лет. 16 лет нужны не виртуальные друзья. Очень сильно нужны, чтобы себя найти. А дальше, чем они дальше от нас, чем у нас есть дистанция, тем лучше. Потому что мы можем оставаться сами собой. Я к вам пришла ненавязчиво. И здесь вас вижу, и мне это очень приятно. Я ни на чем не настаиваю. Таким образом вам помогаю, надеюсь. Вот карты Таро готовы. До новых встреч, дорогие мои. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.